В библиотеке Пушкина есть ТикТок. Вот это номера. Макияж, странные шутки и танцы. Еще недавно ТикТок ассоциировался с легким необременяющим контентом. Поэтому аккаунт библиотеки там явление на первый взгляд удивительное. Но если задуматься глубже, то лучший способ заинтересовать подростка – говорить с ним на его языке. Тем более ТикТок, как в свое время и Ютуб, уже пошел по пути разнообразия материала. И наравне с простенькими и безидейными видео появляются интересные и познавательные профили. Число которых пополнил и аккаунт библиотеки имени Пушкина. Мы убрали клоунаду, решили, что у нас будет экспертный аккаунт. Все-таки детская библиотека – это учреждение, которое занимается просветительством, дает какую-то информацию. Но опять же надо понимать, что эта информация дана будет в определенном ключе. Очень коротко, очень емко, возможно, в виде таких ТикТок-сериалов. На ТикТок-канале библиотеки дети смогут поиграть в познавательные игры и узнать интересные факты о писателях Пушкина, Горьком, Есенине и других. А для более взрослой аудитории сотрудники запускают проект «Раннее развитие детей». Видеоролики, по мнению библиотекарей, пригодятся не только подросткам и их родителям, но и педагогам школ. Такие маленькие ролики, которые сделаны все-таки экспертами, они могут пригодиться для проведения внеклассных занятий, может быть, как небольшие вставочки в уроки, то есть как дополнительный материал. Поэтому библиотека продолжает идти в ногу со временем и работать в помощь учреждениям образования. Это наша основная задача. Свой аккаунт в ТикТоке сотрудники библиотеки имени Пушкина представили на конкурс культурных диджитал-продуктов «Атомлайк». Букстори Саров стал лауреатом в номинации «Концепция и сценария». Победа принесла библиотеке грант в размере 450 тысяч рублей. Деньги потратят на закупку необходимого оборудования и развития проектов. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.